Здравствуйте! В этом видео я покажу, как использовать прошивку Mongoose для управления ESP8266 по протоколу MQTT. Первое, что нам понадобится, это само устройство. Вот видно, я использую NodeMCU с подключенным LCD-дисплеем. LCD-дисплей, который я использую, это MCC. В общем, вот он. Потом нужна утилита MEOD. В предыдущем видео установка MEOD Toolkit я рассказывал, как это сделать. Клонируем репозиторий Mongoose IoT и переходим в директорию fv-examples-cmqtt. Смотрим, что делает этот пример. В этом примере регистрируется обработчик, MQTT-обработчик, который принимает JSON-сформатированные строки. Трех видов. Первый вид строки – любые бинарные данные. Собираем прошивку. MEOD Build Architecture из P8266. Прошивка собралась. Флэшим ее. Значит, зафлэшилась прошивка. Теперь мы настраиваем Wi-Fi. Config Set Wi-Fi AP Enable False. Отключаем режим AP, Access Point. Включаем режим станции. И выставляем для станции имя сетки Wi-Fi, C-Santa и пароль. Значит, записали. Теперь, что использует эта прошивка? Использует, значит, еще два параметра конфигурации. Это MQTT-Pub. Это топик, в который она шлет сообщения. И MQTT-Sub. Это топик, на который она подписывается и ждет команды из этого топика. Так, дальше, что нам нужно сделать, это подключиться к Amazon, к Amazon AWS. Мы используем Amazon AWS, брокер в этом примере. Но, в принципе, можно любой другой брокер использовать, можно самому поднять. Насколько я знаю, Mongoose это единственная прошивка, которая умеет работать с AWS IoT. Значит, запускаем команду настройки AWS, IoT. AWS IoT Setup. Значит, для того, чтобы она работала, нужно заранее установить командную утилиту AWS, амазоновскую. Что тут она нам просит? Она просит нам указать полиси. Да, прежде чем настраивать AWS, нужно в консоли Amazon, вот это Amazon AWS консоль, нужно сделать полиси для устройств. Вот у меня сделано полиси, device 1 полиси. Это, значит, видно, что здесь разрешено все. Вот, я это полиси укажу. Вот она, device 1 полиси. Повторю команду и укажу AWS IoT Policy, device 1 полиси. Значит, эта команда, она автоматически генерирует сертификаты, копирует ее на устройство, на ESP8266. Ложит туда ключи и сразу делает устройство подсоединенным к AWS и IoT. Подключаем консоль. Смотрим, что устройство нам говорит. Так, мы подсоединились к Wi-Fi сети. Видно, что мы делаем соединение на AWS и IoT. Все, соединение сделано. И мы подписались на топик BB. Так, идем в MQTT консоль. Запускаем здесь клиент. И, значит, подписываемся на топик AA. Этот топик, устройство будет слать свои сообщения на этот топик. И будем слать свои сообщения в топик BB, чтобы устройство его получало. Наши команды. Значит, сначала, для примера, пошлем мусор какой-нибудь. Устройство должно ответить, что в топик BB. Пошлем мусор. Устройство должно ответить, что оно не понимает. Вот, одно команд. Значит, теперь попробуем поиграться с GPO-пинами. GPO. Пин второй. Это встроенный голубой диодик. State 0. Он инвертирован. Должен загореться голубой диодик. Так, отключим его. Есть еще, по-моему, 16-й. Он тоже инвертирован. Это красный диод. Он загорелся красный. Теперь попробуем на кнопку включить нашу. Значит, мы говорим, что button P0 – это кнопочка Flash. То есть, теперь при нажатии на кнопочку Flash должно посылаться в топик сообщение клик. Вот, я сейчас попробую нажать кнопочку Flash. Вот, мы видим, что шлются сообщение клик сюда. И дальше последний пример. Пишем в I2C, значит, I2C write, значит, последовательность бинарных данных. Она закодирована. Гекс-строку любую можем послать. В данном случае вот этот LCD-дисплей, его надо инициализировать определенной последовательностью байт. Я их себе здесь записал. Вот, инициализируем. И потом шлем какое-то сообщение. Вот, например, привет. Вот, видно, что появилось сообщение. Очень хорошо видно. Ну, в общем, видно, что это работает. То есть, вот этот пример показывает, как можно управлять периферией устройства через протокол NQTT через Amazon AWS.